Кэтрин Клоуни – первый американский гражданин, которому удалось поступить в престижную национальную балетную школу Кубы на очную форму обучения. Отсюда она надеется привести домой уникальный кубинский стиль, который известен обворожительными поворотами и прыжками. «Я посещала обычный колледж, а балетом занималась после уроков. А этот год я полностью посвящу танцам, сфокусируясь только на танцах. Но здесь я не только ради танцев. На Кубе я смогу расширить свой кругозор, познакомиться с культурой». Кубинскую школу балета спонсирует государство. Студенты проходят суровую и тяжёлую подготовку. Но она приносит плоды. Многие звёзды балета были рождены именно здесь. Среди них Карлос Акоста и Хосе Мануэль Карена. В школе обучается около трёх тысяч студентов, включая иностранных. Однако в течение десятилетий здесь не было ни одного американца. «Что касается США, то это происходит впервые. Кэтрин Клуни – первая американская студентка, которая здесь обучается». Виктор Александер – кубинский мигрант. Он основатель культурного центра в Чикаго. Последние два года организовывал недельные обмены студентами и преподавателями между своим центром и национальной балетной школой. «Думаю, Кэтрин – первая из многих студентов. Мы планируем отправить сюда ещё одного студента в январе. Потом посмотрим, что будем делать дальше. Я очень рад и взволнован в связи с тем, что удалось организовать обмен заведением такого уровня. Это одна из крупнейших балетных школ в мире». Кубинский балет впитал лучшие из российской, французской, итальянской, английской и американской школ. В него были также привнесены уникальные латиноамериканские и афрокубинские колориты. Впрочем, такой стиль нередко критикуют как слишком устаревший. Ну а Клуни тем временем продолжает тренировки в залах в колониальном стиле с высокими потолками, надеясь, что год в Кубе не пройдёт даром.